МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ветты, вечерний вестник. Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Нашли? Погибли. В Прикамье обнаружили тела матери и ребенка, приехавших погостить из Республики Башкортостан. Подробности громкого убийства в нашем материале. Снова в сборе. В Краевом парламенте дан официальный старт осенней сессии. Депутаты провели первое пленарное заседание. Какие вопросы рассматривали? Очередной антирекорд. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1058 новых случаев COVID-19. Что будет дальше? И счастливый билет. В преддверии дня российского цирка пермского зрителя снова удивляют. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве в Прикамье женщины и ее ребенка. Спустя почти неделю поисков их тела были обнаружены в лесу. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. В деле разбирался Виктор Козеев. Следственный комитет по Пермскому краю задержал подозреваемых в убийстве женщины и ее пятилетней дочери. Погибшие незадолго до трагедии приехали в Пермь из республики Башкортостан. Убийство произошло в поселке Ласьва Краснокамского района. Следствием установлено, что незадолго до исчезновения потерпевшая приехала в город Пермь навестить подругу из республики Башкортостан. 17 августа 2022 года обе женщины с ребенком в компании с мужчиной находились в одном из домов поселка Ласьва Пермского края, где соучастники вступили в преступный сговор на совершение убийства. Продолжая преступление, подозреваемый вооружился ножом, убил сначала мать, а впоследствии загрушил ребенка. После совершения убийства соучастники на автомобиле вывезли тела в лес и закопали их там. Заявление о пропаже родственников написал брат убитой женщины. Мужчина сообщил, что его сестра уехала в Пермь к подруге и несколько дней не выходит на связь. Изначально подруга потерпевшей уверяла, что знакомая из Башкирии действительно гостила у нее, но после ссоры уехала в неизвестном направлении. Оперативники не поверили словам женщины, и вскоре пермячка созналась в убийстве на почве личной неприязни. Проведенными оперативно-возрастными мероприятиями соучастники были задержаны. В ходе допросов они подтвердили свою причастность к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время решаются вопросы в избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уголовное дело об убийстве матери и ребенка поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства. Виктор Козеев, телекомпания «Ветта». В Краевом парламенте дан официальный старт осенней сессии. Депутаты провели первое пленарное заседание. Повестка, как всегда, насыщенная, и большинство вопросов касались социальной сферы. Какие законопроекты рассматривали сегодня, расскажем далее. Одним из главных вопросов повестки в социальном блоке стал закон о предоставлении бесплатных земельных участков медицинским и педагогическим работникам при Камье. В Пермский парламент законопроект внесен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Как отметил спикер Краевого парламента Валерий Сухих, специалисты готовы оставаться и работать на селе. Но для этого необходимо помочь создать им условия для комфортной жизни. К слову, эта мера дополнит уже действующие программы в этом направлении. Принято решение о выделении земельных участков. В населенных пунктах до 10 тысяч человек. Это говорит о том, что именно в этих пунктах именно эти специальности особо дефицитные. Поскольку вы знаете, что мы вкладываемся в строительство, в ремонт, и это движение заметно, но нужно и привлекать специалистов. Решение, считаю, своевременное, очень правильное. Депутаты его поддержали. Череду отчетных докладов от профильных министерств и ведомств на этом пленарном заседании продолжил Минздрав, представив депутатам информацию о состоянии здоровья населения Прикамья за 2021 год. Нужно сказать, что мы одна из редких территорий Российской Федерации, где удалось удержать показатели рождаемости. Конечно, он ниже, чем это было, предположим, лет 6-7 назад, но тем не менее. При этом, по итогам первого полугодия 2022 года, уровень смертности достиг допандемийного показателя, что тоже положительная тенденция. Отдельное внимание в рамках отчета уделили коронавирусной инфекции. Именно на прошлый год пришелся пик COVID-19. Однако пермским медикам удалось справиться с увеличением числа пациентов. Благодаря национальным проектам, региональным проектам получено достаточно большое количество оборудования. Сейчас, несмотря на то, что мы видим рост заболеваемости, система готова. В целом и общем можно сказать о том, что выводы сделаны, корректировки внесены и система в полной боевой готовности. Для того, чтобы система и дальше могла принимать такие вызовы, развитие здравоохранения и профилактика заболеваемости остаются приоритетными задачами для работы всех уровней власти. А это и строительство новых больниц и поликлиник в территориях края, и закупка современного оборудования, и создание условий для здорового образа жизни. Екатерина Рухтинам, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». И снова резкий рост. Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1058 новых случаев COVID-19. Новые случаи заболевания диагностированы в 33 территориях края. Тем временем Минздрав России создал специальную рабочую группу для оценки эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса. При этом в центре имени Гамалея разработали обновленный вариант вакцины «Спутник Ви» против омикронштамма и его подвидов, который уже показал высокую эффективность в рамках доклинических исследований. В Перми продолжается реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. На этот раз компания «Новогор» обновляет магистральный коллектор, который был построен еще в 70-е годы. Как продвигаются работы, увидел Денис Пальчиков. Анна Серебренникова живет на Гаеве и каждый день ездит на работу в микрорайон Левшина. Девушка отмечает, что город меняется в лучшую сторону, в том числе и ее родной Орджоникидзовский район. Ведутся работы, все для людей делается, благоустраивается. Я думаю, что это хорошая тенденция. Сейчас в микрорайоне Левшина активно ведутся работы по реконструкции магистрального коллектора. Ремонт идет с применением новых технологий. Работы проводят, используя метод санации, практически без раскопок. Благодаря этому на пересечении улиц Верхоянская и Фрунзе удалось минимизировать неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов. Движение транспорта по улице лишь ограничено, а не прекращено совсем. Метод санации, когда новая труба укладывается внутри старой, позволяет также снижать расходы при благоустройстве. Труба в трубу, да, проталкивается от колодца до колодца. Затем колодцы старые демонтируются, вновь монтируются новые колодцы с футурованной внутренней частью. Затем это все стыки варятся. То есть в колодцах уже не с агрессивной средой не контактируют с железобетоном. Железобетонный трубопровод в аварийном состоянии из-за газовой коррозии. Стенки с годами разрушаются из-за агрессивной среды источных вод. Сейчас ветхие трубы меняют на современные из стеклокомпозита. Материал отличается высокой прочностью при растяжении, сжатии и абсолютно не подвержен коррозии. Магистральный коллектор, на котором сейчас ведутся работы, довольно старый. Построен он в 70-е годы и собирает сточные воды с части Орджоникидзевского района. Если бы точнее, это микрорайон Левшина, Январский и Молодежный. До середины октября подрядчик Новогора планирует завершить первый этап обновления в Орджоникидзевском районе. А это более километра сетей водоотведения. Мы обладаем фондом порядка 130 километров данных сетей. За последние пять лет мы заменили, отремонтировали порядка чуть более 11 километров. И в текущем году мы выполним замену более 3,5 километров. Всего в 2022 году Новогор обновит более 32 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Не из пальчиков Лислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Подготовка автобуса к очередному рейсу, умение помочь маломобильным пассажирам и, конечно, тонкости вождения. В Перми прошли соревнования по профмастерству водителей автобусов. Несмотря на большой стаж конкурсантов, не все справились с заданиями так, как хотелось бы. Полина Преснякова пообщалась с участниками. Более 20 водителей общественного транспорта сегодня отошли от привычного маршрута. И дело не в сезонных ремонтных работах. На территории старого троллейбусного депо сегодня они проверят профессиональное мастерство. За 35-летнюю историю соревнований, возможность поделиться опытом и проверить свои знания именно водителям автобусов выдалось впервые. В 2019 году троллейбусное движение было завершено. Поэтому на этой территории обосновался автобусный парк. И мы теперь обслуживаем и автобусные маршруты. Поэтому не было до этого года возможности провести публичных мероприятий, то ковидные болезни и всякое такое. И поэтому сейчас, когда более-менее ситуация благоприятная в этом плане, мы решили начать проводить конкурсы профессионального мастерства. Начали с конкурса профессионального мастерства автобусов. А показать есть что. Например, реакцию при тушении очагов возгорания автобуса. Умение помочь маломобильным пассажирам при посадке. Подготовку автобусов и мастерство вождения. Все это водители не раз встречали на маршруте. Но в рамках соревнования и здесь есть свои особенности. Не справился, потому что были тренировки. Ездили гораздо лучше. Здесь, конечно, нервы. И все остальное сбил. Пару фишек где-то, что-то не выполнил. Поэтому тренировка, конечно, была лучше. Но а так, в целом, соревнования хорошие. Есть чему поучиться. Например, задом мы в тот же бокс, в змейку. Не ездим никогда. Хоть водители и проходят ежедневные тренировки на пути следования автобуса, по их словам, чувствовать габариты транспортного средства и помнить о правилах движения остается самой важной задачей на дороге. Работа без ДТП – самое главное. Наши профессии. Конечно. Чтобы было спокойно. Пассажиры с нами ехали спокойно. Какие-то экстренные ситуации происходят в течение рабочего дня? Ну, конечно, без этого не бывает. Конечно, происходит. Но от того, что мы профессионалы, мы стараемся это все как бы устранить. Сегодня участников соревнований ждет подведения итогов и награждения. А уже завтра они вернутся на пермские дороги. Все для того, чтобы мы могли добраться в любую часть города быстро и в безопасности. Полина Преснякова, Александр Наприенков, телекомпания «Ветта». В лицее не отходя от компьютера. Такие возможности теперь доступны пользователям Ростелеком. На обновленной образовательной платформе можно повторить сложные темы, разобраться с домашним заданием и закрепить знания в интерактивной форме. Как это работает, узнал Егор Тверетинов. Вот так выглядят будущие Туполевы, Илюшины и Микояны. Эти ребята строят свои первые самолеты на занятии, которые называются «Аэроквантум» в лагере «Кванториум». Среди будущих конструкторов и Алена Баранцева. Сегодня она познакомилась с инженерией и моделированием. На мастер-классе собрала свой первый самолет. Мы собирали самолетики из дерева. То есть нам их в азерном вырезали и мы их собирали с помощью его клея. Лучший отдых – это смена деятельности. Так что после сборки своих самолетов ребята занимаются артикуляционной гимнастикой. Вместе с образовательной платформой «Лицей от Ростелекома». Помимо основной программы мы предлагаем ребятам мастер-класс с участием разных спикеров и компаний-партнеров. Одним из таких партнеров стал Ростелеком. На этой же смене мы даем ребятам попробовать возможности образовательной программы «Лицей от Ростелекома». Ребятам очень понравился формат. На образовательном онлайн-сервисе представлены видео-уроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы. Программа может помочь ребятам освежить знания и перед учебным годом. Для этого есть раздел «Развлечеба». Он содержит яркие красочные мультфильмы на повтор учебного материала. Главный герой – код-кубок-код, который интересно рассказывает о том, какие бывают числа или напоминает ребятам, как проверить безударный звук условий. На платформе «Лицей от Ростелекома» ребята могут повторить пропущенные или сложные темы, проверить себя с помощью тренажеров и тестов, а еще подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Весь материал – разработка преподавателей ведущих российских школ и вузов. Тут же можно начать, например, осваивать английский язык. Коллекция насчитывает более двух тысяч обучающих видео. Причем все это делать можно даже со смартфона. Егор Тверетинов, телекомпания «Ветта». Увидеть своими глазами, как собирается двигатель самолета и, возможно, начать мечтать не о космосе, а о двигателестроении. Такая возможность представилась будущим первоклассникам на предприятии УДК «Пермские моторы». Перед началом учебного года уже традиционно здесь проводят праздник, участниками которого в этом году стали 450 ребят. Как все прошло, увидела Полина Рифа. Если вы хотите, чтобы ваш малыш высоко летал, на крыло его ставить нужно уже сегодня. Такой вот позиции придерживаются на предприятии УДК «Пермские моторы». Уже много лет в преддверии начала учебного года здесь проводят масштабный праздник. Называется он «День первоклассника». В этом году в нем принимает участие порядка 450 ребят. Все они – дети сотрудников завода. Я сам участвовал в данном мероприятии очень много лет назад. Меня также папа привел на завод, показал свое рабочее место, показал именно вот этот цех, которым я сейчас работаю. Ну и, как говорится, желание прийти тоже на работу сюда, на предприятие. Здесь присутствует моя дочь, которая тоже первоклассник является. Вот я ее привел, показал свое рабочее место, цех показал. Здоровая корпоративная культура – важная составляющая работы предприятия. Преемственность поколений здесь активно приветствуется, как показывает практика «День первоклассника». Возможно, первый шаг для его маленьких участников в будущую профессию. Мне больше всего понравилась экскурсия. Там рассказывали про двигатели самолета. Двигатели такие большие, широкие, железные. И нам еще показывали макет самолета. На экскурсии было интересно. А может быть, ты мечтаешь здесь когда-нибудь поработать? Ну, могу даже помечтать. Действительно, в программе праздничного дня не только креативные развлечения, концертная программа и различные игровые зоны, но и экскурсии святая святых, музей предприятия и рабочие места родителей. Мы стараемся ребят заинтересовать, чтобы им было интересно, чтобы они когда уже задумаются, какие будут экзамены сдавать в школе, когда задумаются, куда дальше пойдут учиться, чтобы мысль о том, чтобы связать свою жизнь с двигателестроением у них возникла. Поэтому мы и проводим. Ну, здесь уже многое, конечно, зависит от родителей. И мы также стараемся создать условия для родителей, чтобы им было комфортно работать на предприятии. И они убеждали своих детей, что это действительно стоит того, пойти учиться и пойти потом работать на пермские моторы. Многие из родителей с удовольствием сами выступают в роли гидов. Среди них немало тех, для кого родина. Дело жизни и семья – понятия неразделимые. У меня профессия – слесарь-сборщик авиационных двигателей. В этот день я привел свою дочь, будущую первоклассницу, на завод, чтобы показать ей, где папа, где мама работает. Дочь у меня пойдет в школу. Первый класс специализированная, получается, школа инженерной мысли Павла Соловьева. Это создатель двигателей ПС-90. Развлекая, просвещая истинно старое, но проверенное, когда высокие ориентиры, не только на словах, а еще и на деле, это, исходя из опыта предприятия, самый действенный пример для наших детей. Полинариф, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В Кунгуре открылся мемориальный комплекс, посвященный военно-морскому флоту. Как выяснил Егор Тверетинов, в основе комплекса стоит настоящий кронштадтский корабельный якорь. Новости региона. Далее в нашем эфире. Добрый вечер. Синоптики рассказали, какой будет погода в Прикамье в начале осени. По данным специалистов, затянувшаяся жара все-таки отступит в первые дни сентября. При этом вплоть до 31 августа тепло не покинет регион. Столбики термометров будут ежедневно подниматься до плюс 29-31 градусов. Осадков не ожидается. Ситуация изменится в среду-четверг на следующей неделе. Тогда температура начнет понижаться до плюс 21-26 градусов в дневные часы, ну а ночью до плюс 10 и ниже. С первых дней осени пройдут осадки в виде дождей. В Кунгуре на берегу Сылвы открылся мемориальный комплекс, посвященный военно-морскому флоту. В основе комплекса стоит настоящий кронштадтский корабельный якорь, весом в полторы тонны, поднятый со дна Балтийского моря. На нем укреплена табличка «Морякам-защитникам Отечества». Перед целой разбит цветник, углы площадки украшены фонарями, ручки скамеек выполнены в форме штурвалов и даже массивные урны гордо раскачиваются на ножках в виде якорных лап. Наверное, далеко не каждый сухопутный город, не имеющий выхода к морю, может похвастаться флотским памятником. Такой в Кунгуре теперь есть. К осени узнаваемый арт-объект «Счастье не за горами» будет возвращен на прежнее место на Пермской набережной. Об этом рассказала пресс-служба правительства Пермского края. Реконструкция нижнего яруса набережной Камы урочного вокзала близка к завершению. В перечине работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которую будет возвращен арт-объект «Счастье не за горами». Помимо этого предусматривается установка пяти амфитеатров, мест для отдыха посетителей. Изготовлением конструкции занимается местный производитель. В сентябре начнется их монтаж. Написано на сайте губернатора Пермского края. Это были все новости региона на сегодня. Меня зовут Егор Тверетинов. До свидания. Завтра в нашей стране отмечается День российского цирка, которому в этом году исполняется 102 года. Это событие не могло пройти мимо Пермского цирка, в стенах которого сейчас идет сказочная постановка «Счастливый билет». Что ждет зрителей, увидела Анастасия Петухова. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Правильно, травку жевал. Об этих животных мы знаем немного. В основном из литературы. Все потому, что слоны у нас на Урале не водятся, а водятся медведи. Но Пермский цирк сделал подарок. И с этими великанами, красавцами можно было познакомиться поближе. Все животные, братья наши, меньшие. Но про слонов так и не скажешь. Зрители отошли на почтительное расстояние. Хотя Карла и Рани очень дружелюбные. Как и все девочки любят маникюр, пользуются кремом и таки норовят себя чем-нибудь украсить. Например, апельсиновой кожурой. А еще они артистичные. Эти две красотки участвуют в представлении «Счастливый билет». Но в перерывах между спектаклями нашли время пообщаться с публикой в канун предстоящего праздника. Впереди день рождения российского цирка, который в нашей стране отмечают 26 августа. Ну и в честь этого события Карле и Ране подарили слоновий торт. Точнее, два. Чем вас эти прекрасные красотки очаровали? Они такие милые, такие спокойные, дружелюбные. Вообще, это редкость для нас. Как тебя зовут? Арсений. Арсений, любишь ли ты ходить в цирк? Да. Почему? Потому что там интересно, но всякие новые животные, фокусы. Вот из этого люблю. Солоны очень чистоподные. Идят только с чашки. Земли не подбирают. Подбирают. Молодцы, умнички. Ходили уже на программу? Нет, еще стоит сходить. Сходим обязательно. Тот, кто пришел на свидание, со слонами поймал удачу за хвост. Не каждый день такое увидишь. Но есть еще возможность полюбоваться красотками на цирковой арене. Правда, они там будут не одни. Ярких номеров много. Воздушные гимнасты, клоуны, дрессировщики. Посмотреть сказочную постановку – счастливый билет в Пермском цирке. Можно до 4 сентября. Анастасия Петухова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Далее наш эфир продолжит программа «Эх, дороги». У программы появился свой телеграм-канал, найти который можно по QR-коду. Он сейчас на ваших экранах. В телеграм-канале «Эх, дороги» новый розыгрыш. На этот раз кому-то достанется набор автокосметики. Присоединяйтесь. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.